Продолжение следует... Расскажите нам об истории создания отряда. Насколько я знаю, катализатором послужила трагедия. Спустя 5 дней пришло сообщение на форумы, один из форумов в Москве, и порядка 500 добровольцев откликнулись на призыв помочь. Они приехали в лес и стихи начали с поиски. То есть стихи на люди искали так, как могли искать на тот момент. Вначале на 9-й день поисков нашли тетю, она была почти без одежды практически, она погибла в перехлаждении. И на 10-й день поисков нашли уже Лизу, она также погибла в перехлаждении, на ней лежала рядом собака, которая пыталась до последнего момента согреть свою хозяйку маленькую. Таким образом, к сожалению, историческая история побудила ребят, которые присутствовали на этом поиске, организовать отряд. И буквально спустя практически 20 дней, 15 октября 2010 года, отряд был запущен, запущен в форум, на который стали поступать обращения от жителей на поиски пропавших родственников. И отряд начал функционировать с того момента. Как добровольцы друг друга нашли? Вы говорите, они организовали отряд, с помощью чего, может быть, соцсети? На тот момент был форум, то есть на тот момент, 2010 год, как таковы, соцсети уже были, конечно, частично, но сейчас сохранилась приемственность форумов, и вот благодаря перепискам форума ребята смогли расплатиться и организоваться. Расскажите, кого ищете, какие правила соблюдаете, есть ли у вас особые этические нормы? Ищем всех, кому требуется помощь, кто попал в беду, кто пропал. Конечно, мы иногда отказываем в поисках, которые поиски связаны, например, с криминалом, либо поиски связаны с какими-то семейными разбирательствами. Ну, к примеру, пропал ребенок, мама завела ребенка, а по факту выясняем, что ребенок с отцом и отец не лишен родительских прав, к примеру. Это как бы мы не вмешиваемся в эту ситуацию. В том числе, сами добровольцы поискового отряда «Альдизалерт» не ведут поиски на воде, то есть мы можем осмотреть прибрежную территорию, но на самой воде мы не занимаемся поисками. Генетические нормы. Ну, самое первое важное правило, да, это всегда сообщать о том, что ты делаешь. Если ты едешь на поиск, ты отписываешься, что ты едешь на поиск, приезжаешь на поиск, ты регистрируешься, уезжаешь с поиском, ты также подходишь, выписываешься, приезжаешь домой, ты отписываешься, что дома. Нам важно знать, где находятся наши люди в непосредственно момент поискового мероприятия. Но из этических также правил – это никакого алкоголя на поисках, да, чтобы у нас закон ЗОЖ, можно так сказать, то есть даже если вы там немножко выпили, вы на поиск точно не идете. Все правила в основном связаны с тем, что мы слушаем задачи координатора, то, что говорит координатор на поиске, то считаем и выполняем. Ну и слушаем старшего поискового группы непосредственно в той группе, в которой мы находимся на поиске. Это, можно сказать, базовые такие основные правила. Ну и еще самое основное, наверное, это тоже мы не ставим информацию о потерявшихся, о поисках во внешнем мире. То, что происходит на поисковом репетиции, остается на поисковом репетиции. И поэтому вы действительно редко появляетесь в СМИ, да? Ну да, бывают такие моменты, что всем хочется знать подробности, но, к сожалению, мы выдерживаем такую вот норму, что мы не распространяем информацию. Стараемся не размещать информацию о личной жизни потерявшегося, о каких-то его привычках, характеристиках. То есть нам важно, что вот пропал человек, и мы работаем с этой ситуацией. Как вы узнаете о пропавших? К нам поступают заявки через несколько ресурсов, несколько источников. Первое, это самое основное, это горячая линия отряда 8800-754-52. На эту линию приходит большинство обращений от заявителей. Второе, это можно ставить заявление, заявку на сайте, также lizalert.org. И бывают случаи, когда у нас уже неоднократно пропадают наши потеряшки, да, и уже заявители напрямую звонят нашим операционным координаторам, инфоргам, и говорят, опять мой дедушка пропал, помогите, пожалуйста. Бывают случаи, конечно, когда к нам обращаются за помощью и полиция, и в том числе МЧС просит помочь в каком-то поиске. Расскажите, кто финансирует поисковые операции? У вас же должны быть батарейки, фонарики, еще всякие расходники. Отряд lizalert никак не зарегистрирован как юридическое лицо, соответственно, мы не имеем никаких расчетных счетов, и мы не принимаем дельные средства от слова совсем, то есть даже на свои какие-то личные карточки, да, то есть у нас нет никаких яндекс-кошельков, киви и так далее. Как нам можно помочь? Это купить что-то и передать в отряд, непосредственно подарив оборудование, такие же, эти же самые рации, батарейки, навигаторы и так далее. Все требуется в огромном количестве поискового мероприятия, одно из самых, наверное, поисковое волонтерство, да, одно из самых затратных не только в плане моральных, там, этических, да, но и материальных ресурсов, поэтому мы всегда рады партнерам, спонсорам, которые нам помогают в том числе. Расскажите, да, действительно очень большие ресурсы должны быть задействованы. Сколько километров приходится проходить, по какой местности? Ну, большинство людей считает, что поиски это связано где-то там в лесу, и вот люди там ходят в лес, там протаптывают много-много километров. На самом деле большинство поисков связано с городом. В городе также люди теряются, это порядка 80% всех потерявшихся. И в городе также мы проходим многие-многие километры, это клеи ориентировки, отматривая дворы, помещения, здания, например, там обнаружение нашего потерявшегося. А в лесу, если говорить, то это могут, и группа может пройти 10 километров, 15-20, все зависит от непосредственно того состава группы, их времени, скажем, сколько они готовы потратить на этот поиск. Когда у нас самый такой опасный сезон? Считается, что вот сейчас у нас лет поисковый сезон, это как раз когда грибы идут в лесу, да, это осень. Но люди теряются круглогодично, конечно, с увлечением теплого сезона, с приходом теплого сезона мы увидим рост потерявшихся людей, потому что просто большинство уходит на улицу погулять. С наступлением зимнего периода, конечно, количество пропавших уменьшается, но все равно как бы приличное количество их пропадает, к сожалению. Слоган «Грибы не стоят жизни» это принадлежит вашему отряду, да? Ну, это один из слоганов, который родился уже в формате поисковых мероприятий. На самом деле мы призываем, да, все, кто идет в лес, обращать внимание на свою личную подготовку к этому. И даже если вы вроде бы идете в лес, там, ну вот с краюшка собрать грибы, будьте готовы к тому, что вам придется там возможно задержаться, да, возможно потеряетесь. У нас были случаи, когда бабушки, дедушки, да, просто взрослые люди вроде бы вот отойдя по краю леса собрать грибы, в состоянии терялись. И приходилось ночевать, а иногда и несколько суток ночевать в лесу, поэтому если вы идете в лес, будьте готовы к тому, что возьмите теплую одежду, возьмите яркую одежду. Если нет яркой одежды, возьмите этот рожающий жилет, который позволит вас быстрее обнаружить. В том числе возьмите с собой воды и какой-то запас хотя бы еды небольшой. В том числе будет здорово, если возьмете с собой спички, либо зажигалку практически, ничего не вещь, все вещи, но позволит вам разжечь костер в случае необходимости. Спасибо за рекомендации. Откуда люди приходят в отряд и почему они бескорыстно помогают сотрудникам МЧС и полиции? Два вопроса, да, здесь. На самом деле люди не помогают сотрудникам МЧС и полиции, но как бы не за этим они приходят в отряд, можно так сказать. Конечно, мы работаем в совокупности с полицией МЧС на поисках, да, и надо сказать здесь, что заявку на поиски мы берем только тогда, когда есть заявление в полицию на поиск. Без заявления в полицию мы не работаем. Нам важно отсекать тех, кто хочет нас использовать как бесплатную силу, да, то есть, например, в поиске должников, в поиске ушедшего мужа, с которым поругала жена, и так далее. Здесь только вот есть заявление в полицию, мы тогда начинаем работать. По поводу откуда приходят волонтеры, добровольцы, всех разные, да, разные, так сказать, точки соприкосновения с отрядом. Кто-то посмотрел фильмы в интернете, да, увлекся поиском, кто-то почитал отчет о поиске и решил присоединиться. Кто-то, у кого-то товарищ на работе помогает, я думаю, дай-ка попробовать то же самое. Всех абсолютно разные приходы, точки соприкосновения с отрядом, но изначально все ими, наверное, движет желание помогать. Это первичная базовая настройка, которая будет основывать для человека в части поисков. А насколько разношерстный состав, возраст, профессия, мировоззрение, чем-то похоже желанию помогать, или все-таки есть общие какие-то увлечения, может быть, видны спорта? Люди, отряд вообще, надо сказать, что это как срез общества, то есть абсолютно разный состав. Но единственное, конечно, у нас ограничение, это 18+, то есть мы соблюдаем закон об охране общественного порядка, и вот только ребята, которые вам старше 18 лет могут участвовать в поисках. Но здесь есть и студенты, есть и домохозяйки, есть и предприниматели, есть и какие-то рабоченьки. Это вот абсолютно вот 18 и дальше все, кто имеет желание помогать, могут участвовать в жизни отряда. Есть такой момент, говорят, что типа ну вот нужно иметь какую-то специальную подготовку, да, приходя к вам в отряд. И вот есть такое большинство людей, как мнение. Я могу так сказать, что в отряде есть 24 поисковых специализации, где вы можете принимать участие. Есть специализации, где вы можете непосредственно активно выходить на поиски, выезжая там в лес, в город, на клей-корректировок, например. Можно помогать много работы делать удаленно, прозвонить в больницу, общаться с заявителями, принимать звонки на горячую линию и так далее. То есть каждый, по сути, может найти себя, воспринимать свои силы, ресурсы в отряде. А добровольцы есть? И есть те, которые получают зарплату. Кто лучше ищет? Есть такой вопрос. Добровольцы, он добровольный, да, то есть он не получает свою длительную зарплату. Конечно, если нас сравнивать с людьми, которые ищут за деньги, например, те же сотрудники полиции, да, они по долгу службы, как бы, занимаются поисками. Я бы сказал, что здесь нет однозначного показателя. Здесь вопрос в том, кто больше замотивирован в конкретном поиске искать вредного человека. Бывают такие ситуации, что, конечно, у нас, мы очень рады таким случаем, когда родственники очень сильно замотивированы искать своего близкого человека. И это очень здорово понимать, что в данной семье есть хорошие родственные связи, и когда пропадает какой-то родственник, вот вся семья сплочается, да, и идет на его поиск. Бывает, что, конечно, поисковики-добровольцы являются той мотивирующей силой в поиске, когда они вот выходят, и дальше уже начинают подтягивать все остальные на этот поиск. Но бывает такое, что, и нам известны такие случаи, когда сотрудники полиции являются мотивирующей силой, когда вот они бьются до последнего за потерявшегося, и уже подтягивая нас на этот поиск и добровольцев, и привлекая родственников, и задействуя другие какие-то ресурсы, являются организующей силой на самопоиске. Расскажите, как научиться быть добровольцем вашего отряда? Как научиться быть добровольцем? Куда приходите, и где у вас проходит обучение? На самом деле, просто для того, чтобы прийти в отряд, достаточно позвонить на горячую линию поискового отряда, и сказать, я хочу быть добровольцем. Номер горячей линии 8 800 754 52. Можно позвонить на этот номер и, собственно, оставить свое пожелание присоединиться к отряду. С вами обязательно свяжутся, и дальше добавить необходимые чаты, и с вами уже дальше вы будете проходить какое-то обучение. У нас есть, как я сказал, 24 поисковой специализации. И вот можно так сказать, что, допустим, на горячую линию поискового отряда от заявителя поступает звонок, и специально обученные люди на горячей линии, операторы добровольца, принимают этот звонок, заносят в базу, и дальше уже специально обученные люди поискового отряда, информационные координаторы обрабатывают это явно, созваниваются с заявителем, создают антировку, делают пост, размещают информацию на форуме. Дальше специально обученные люди начинают прозванивать в больнице, выяснять, не ли там нашего пропавшегося, а надо сказать, что порядка 10% всех потерявшихся мы находим в медицинских учреждениях. Дальше специально обученные люди начнут распространять информацию в социальных сетях, делаем так, чтобы максимально были задействованы все социальные сети, и жители Ульяновской области, и как можно больше увидело о пропавшем человеке информацию. Дальше специально обученные люди будут, пешие поисковики созваниваются, отписываются о своей готовности выехать на этот поезд, созваниваются с специально обученными конными водителями, то есть водителями на личном транспорте, договорятся о месте встречи и приезжают на место сбора. Дальше специально обученный человек у вас на месте поиска зарегистрировать, запишут в бланке, поделят на поисковые группы, и получив задачу от специально обученного координатора, вы пойдете на свою первую поисковую задачу. И вот эти все люди, которые активно участвуют в поиске, можно сказать, что их специальное обучение занимается, наверное, в том, что когда-то в них заложили желание помогать ближним. Вот это, наверное, основное обучение, которое требуется для человека, желание помогать. Кем оно было заложено в школе, родителями, когда там, неизвестно. Может быть, это человек посмотрел фильмы про Великую Отечественную Дну, про наших героев, ветеранов, и решил помочь, дай, тоже кому-то помогать. Кто-то, может, посмотрел фильмы Marvel, про американских цифры героев, и тоже решил помогать. Кто-то идет на поиски, например, потому что общественность, так идет, то есть, ну, хорошо считаться поисковым добровольцем сейчас, кстати, поэтому все пошли, и я пошел, может быть, так. А кто-то, может быть, идет на поиски, потому что он иначе не может, то есть, если не я, то никто, кто. Из такой позиции люди приходят, да. У всех разная мотивация, но вот желание помогать является базовым обучением, которое должно быть у человека. А все остальное, все эти навыки, мы уже человек обучаем в процессе. Разное, какие-то обучения занимают 15 минут, какие-то обучения занимают у нас 9 месяцев в отряде. И в зависимости от того, какую специализацию вы хотите освоить, за счет этого мы будем вас обучать. Напомните, сколько примерно человек сейчас в отряде в Ульянской области? В чате оповещения у нас порядка 300 человек, 350 с чем-то, но на активные поиски выезжает порядка 30 человек, то есть это вот с разной рандомностью выезжают практически. Это количество, к сожалению, не меняется, независимо от того, сколько человек приходит в отряд. Вот как-то есть 30-40 человек, и вот они будут варьироваться. Люди приходят новые, начинают выезжать старые, отпадают и так далее. То есть это практически такая вот система, которая живет как живой механизм. Людей много сближает, все-таки много человек. Там есть и мужчины, и женщины. Расскажите, во время поисков завязываются какие-то романтические отношения? Может быть, свадьбы играют ребят? Да, у нас была свадьба. Ребята в этом году поженились и уже успешно пополнили состав семьи. Родили своего ребеночка. Люди в отряде живут обычной жизнью, вне отряда. То есть они встречаются, гуляют, общаются, дружат, ссорятся. Какие-то являются дети в процессе их общения. То есть все разное, все происходит как обычная жизнь. Отряд – это как одна из дополнений к остальным сферам жизни возникает такой темнер человека. Расскажите о добром случае, который проходил в практике Лиза Аверт. Добрый случай. На самом деле, каждый поиск, если так рассматривать, является, по сути, уникальным. И очень часто, конечно, мы имеем на выходе человека с результатом найден жив. Это очень здорово. И такие поиски всегда радуют. Но вот если говорить про этот год, этот год очень насыщен на поиски. У нас очень много поисков по статистике. Но вот что-то было запоминающимся мне лично. В этом году попал мальчик 5 лет в Павловском районе, в природной среде, в лесу. Завлудился. И к нам достаточно быстро пришла эта заявка. Мы выехали на поиск, но до Павловки ехать 3,5 часа. До Павловского района, там отдаленное село. И пока мы ехали все эти 3,5 часа, мы думали, как человека искать, как будем искать этого ребенка. И буквально нам оставалось 8 минут до подъезжая седе, как приходит звонок, что Леша, мальчика нашли, очень здорово. Буквально 8 минут, когда нас разделывали до момента старта штаба. В общем, это просто неописуемые эмоции, когда понимаешь, что вот он ушелся, он выбрался, ему помогли, спасли и так далее. Были случаи, когда у нас терялись бабушки. И, например, в этом году потерялась бабушка в городе, в дорожном районе. И мы ее нашли на севере практически, спустя практически сутки. И я звоню оперуполномоченным, говорю, все, бабушку нашли, все, здорово. Он говорит, да, молодцы ребята, отлично. И в это время параллельно происходит поиск в Сенгелийском районе, мы там тоже искали бабушку. И буквально через минут 30 мне сообщают, что Леша, эту бабушку тоже нашли. Я перезваниваю в оперу, говорю, что мы нашли бабушку. Он говорит, Леша, ты мне только звонил, ты что, забыл что ли? Я говорю, мы другую нашли в Сенгелийском районе. Говорит, молодцы, дубль за один день сделали. Да, конечно, это вдохновляет, когда люди находятся живые. Расскажите нам о статистике, какая у вас есть сейчас, о которой можно рассказывать. Кого нашли? Если говорить, например, за прошлый год, то есть у нас было 329 заявок на поиски 351 человека. Иногда люди пропадают группами, по 2-3 человека. В этом году статистика, вот на вчерашний день буквально следующая, 361 заявка на поиски 387 человека. Впереди еще 2 месяца поисков до спланирования за этот год. И мы с каждым годом, у нас количество обращений увеличивается. Увеличивается не потому, что количество пропавших увеличивается, а увеличивается потому, что начинает больше доверять отряды, больше обращаться в отряд. Отряд становится более узнаваемым и больше обращений таким можно получаемым. По нашей статистике внутренней, да, мы примерно помогаем в 1-3 всех случаев, которые присутствуют на пропаже в Ульянской области. Вот, от статистики МВД, которые имеются официально. Каждым годом мы стараемся помогать все больше, да, все лучше, но пока что, конечно, не на все поиски мы задействуем. Расскажите, есть ли у вас в отряде Лиза-Алерт потребность в новых добровольцах? Конечно, она имеется постоянно, люди нужны. Если у вас появляется желание прийти на поиски, вы можете позвонить, как я сказал, на горячую линию 8800-754-52 и оставить о себе информацию, скажет, что я хочу помогать в поисках. Это будет очень здорово, мы рады всем и для каждого по отряде найдется применение. Единственное, у нас, конечно, вам должно быть больше 18 лет. Алексей, поздравляем вас и ваших ребят-добровольцев с профессиональным праздником. Спасибо за то, что ищете и находите. Спасибо большое. Вам спасибо за интервью. Это была программа «Гость в студии», я ее ведущая Виктория Черкова. Всего вам доброго, увидимся в прямом эфире. Продолжение следует...